Четыре! Привет, ребята! С вами Братуха и игра War Robots! Сегодня, ребята, были поставочки на Фейсбуке. Я проворонил тысячу ключей, не получил, а у нас четыре поставочки здесь к концу рабочего дня. Вечером приходишь собрать призы. Поставочки я не успел, ребята, отправить ID, но на этом черном рынке мне не получится. Даже мне не помогла бы эта тысяча ключей от Фейсбука. Не помогла бы, скорее всего, я не открыл бы супер игру. А если бы открыл... Может, и помогла бы, но вряд ли поставки были бы в районе восьми часов, потому что черный рынок заканчивается через восемь часов шестнадцать минут. Всем интересно по поводу ключей, по поводу разработчика, не разработчика, а можно сказать, админа, который связывается с игроками, со стримерами, там, блогерами и так далее. Вот, и по поводу ключей. По поводу ключей, в общем, я скинул свой ID на одном из видосов, прямо написал и скинул свой ID. И в итоге ни привета, ни ответа, ну, тишина не нет, чтобы даже сказать, что, типа, братуха, я передумал, там, Володя, я передумал. Хрен тебе, а не ключи, вообще никакой помощи не жди больше. Вообще, блин, черт попутал к тебе, вообще, такую хрень сказать. Типа, помочь тебе, чтобы хорошо, весело игралось. Там не было ничего, абсолютно. Там, после моего ID, нифига. И вот сегодня я зашел к нему в сообщение, чтобы написать этому админу, спросить этому админу, почему они не опубликовали заранее новость о том, что уменьшат ключи, вернее, уменьшат детали в рояле. Почему они этого не сделали, хотя они, ребята, обещали. И именно вот у меня сделан скриншот, сейчас я вам покажу. Они обещали это сделать, и вот этот скриншот пилоты, помните, 6 сентября они извинились, вернее, даже, да, они извинились. Ну, короче, верх можно не читать, вот читаем именно вниз. Мы приносим извинения за то, что не предупредили вас, и сделаем все возможное, чтобы в будущем вы узнавали обо всех изменениях заранее. Они не предупредили и сделают все возможное. Все возможное они сделают, и невозможное, нет, невозможное они не написали. Они написали, что сделают все возможное. И вот я хотел у этого админа спросить, у админа, можно так его назвать, админ П, хотел у него спросить, почему они не предупредили в этот раз. Может, они сами не знали, или работают плохо, или вообще непонятно по каким причинам, очень хотелось у него спросить. Но я столкнулся на то, что, блин, я вот этот скриншот, конечно, не сделал. Но дело в том, что я столкнулся с такой проблемой, там был такой желтый круг и восклицательный белый знак. Вы не можете отбрать сообщение этому пользователю, поскольку он ограничил круг лиц, которые могут присылать ему сообщения. В общем, я не нахожусь в друзьях у этого человека, и он просто закрыл сообщение, теперь ему никто написать не может. Я не знаю, это или связано с тем, чтобы я ему не писал, или связано, чтобы ему вообще никто не писал. Фиг его знает, но ни ответа, ни привета, и заморозились мне теперь в обраточку, ничего не спросить, ни ответить. А было бы очень интересно, получить бы на это ответ. Ответ бы получить было бы интересно. Насчет золота они изменились, все возможное попытались сделать, но не получилось. Мы непредупрежденные остались, опять же, у изменения такого масштаба, который затронул многих игроков, которые копили токены, чтобы открыть детали определенного робота. Как вы пишите в комментариях, что типа, братуха, ты чего-то паришься, у тебя вообще похеру, ты рояль не крутишь, тебе вообще насрать. Да, ребята, я парюсь не за себя, я парюсь за вас. Я парюсь за тех игроков, которые действительно копили миллион, полтора, два миллиона токенов, там задротили, может даже занатили, фиг его знает, я не знаю. Но чтобы, например, когда появится робот Блиц, или какой-то другой робот, который им нравится, которого они хотят получить, в рояле именно выиграть. Ну, я не знаю, в общем, они хотели вот и бах, вот понимаете, обломали. Вместо 10 тысяч деталей можно выиграть только 5 тысяч деталей, просто вообще вот в никуда их токены теперь уйдут. И вот именно за этих людей мне горько. Ну, ничего поделать я не могу, ответа мы не получили, вообще, ну, я даже вопрос не успел задать, что-то ответа ждать. В общем, вот такая вот ерунда, ребята, по этому поводу. Больше мне добавить нечего, а мы с вами давайте сейчас откроем оставшиеся 700 ключей по 100. Супер игры в этом месяце, ребят, не ждем. Неизвестно, что там выпадет, неизвестно, что там выпадает. Зато по 100 мне выпадает целый робот Буч. Я не рад этому подарку. Мне Буч не нужен, да и вообще я не знаю, кому он нужен, он уже неиграбельный. Сейчас на среднего робота можно поставить дальнобойные пушки и херачить сколько угодно. А Буч уже медленный, уже устарело это тело, и мы его потом, ребята, продадим. Давайте дальше по 100 крутим. Вертим. Конечно, можно было бы крутануть по 1000, но 300 ключей я сейчас нигде не смогу заработать, а через 8 часов они прокрутятся автоматически. 12 тысяч токенов я выигрываю за 100 ключиков. Давайте дальше крутим и выиграем, ребята, мы карнэдж. Прям таки обалдеть, два робота, карнэдж, буч, неплохо. Ну, будем их продавать и коржа, и буча. Что у нас выпадает дальше? Бустер, бустер прочности. 10% добавляет себе и 2% взводу или команде, я так и не помню. 2 часа, на 2 часа, на все про все. 300 ключей остается, крутим, ребята, дальше. Смотрим, что же у нас выпадает, и это 5000 токенов. Да, вряд ли выпал бы ланцелот, прям 3 робота подряд. Это было бы какое-то заговоренное колдовство от малой НАТО. Давайте, ребята, крутим дальше, и мелкие призы нам продолжают высыпать. 12 тысяч токенов. За 100 еще раз крутанем. Последний раз, и что же выпадет у нас? Это робот-рогатка. Прям таки дают этих роботов на бери, и качая их потом годами и месяцами. За 10, ребята, крутить я не буду. Вот столько мне не хватило, примерно около 1000. Около 1000 ключей мне не хватило, может, даже больше. Назад. Нажимаем назад. Кстати, у меня на Фейсбуке, на моей странице, на моей стене, и ВКонтакте, на моей странице, и стене, да, и в группе ВКонтакте, в группе ВКонтакте, в робот с братухой, ссылка в описании есть, там 2000 участников, я выложил стрим, где мы проверяли таблицу, вернее, не таблицу, а шкалу, шкалу черного рынка. Там было сначала быстро, шкала заполнялась, а потом медленно. А сейчас разработчики сделали одинаково, то есть по 1000, вот так вот по 1000 сделали кусочками. Так что можете посмотреть, у кого чего там сделать себе скриншоты. У меня прям галочки там во время стрима восстанавливал, где, на какой букве 1000 появляется. Верный помощник, ребята, у нас рояль, давайте заходим в рояль. Какой-то настырный человек меня приглашает, это робот Топтышкин. Сейчас Топтышкин рулит, я вижу его в бою все чаще и чаще, и он действительно нагибает. Я бы сказал бы, что это младший брат Инквизитора, но он тянет уже на замену Инквизитора. Два легких слота и один тяжелый слот, но два легких слота, это сейчас тоже можно поставить спарки и все остальное. Прям такие даже магнумы и вообще жуть, что будет неизвестно. А мы, ребята, прокрутим. 150 тысяч серебра, 113 тысяч серебра. Обратите внимание, 113 тысяч серебра. Сейчас посмотрим, сколько у нас будет здесь в игре. 12 тысяч 500, 112 тысяч 500. Какой-то странный пересчет, обман, зрение или разработчики очень криворуко рисуют. Возможно, они исправят это в скором времени или сделают вид, что не заметили и меня не смотрят. Давайте откроем правый верхний угол. 150 тысяч серебра мы выигрываем. АГ-бустеры, 1700 деталей, 1100 деталей, обновить призы, 1000 голды. Все вот таким образом у нас и в рояле теперь происходит. Странно, что никаких новостей в группе нету. Они не знают вообще, наверное, что происходит в игре. Вот оно, 113 тысяч. Я выиграл, обратите внимание, 113 тысяч серебра. А тут написано 100... А, уже не написано, блин. Проворонил, ну ладно. Наверное, было написано 100... 100 это... 100-то-то-сто-то-то. Здесь 200, да. 200 тысяч, 50 тысяч. Ну что ж, ребята, мы прокрутили, поговорили. Скидочки сейчас посмотрим. За 1200 рублей можно 4000 голды получить. Дальше за 300 рублей целая афида и 420 голды. Кстати, ребята, мне очень интересно. Они продают аркан. Вот мне парень один написал. Не помню этого парня. Сейчас, возможно, я его найду. Не знаю, кто это мне написал. Так, так, так. Сейчас Варробот в моей группе, наверное, мне написал. Вот, да. Кузнецов Александров мне написал. Здравствуйте, Владимир. По поводу жадности пиксоников собираю арканов в мастерской. Хотел ускорить. Изготовление за голду. Просят 424 голды за 400 деталей. Берем и тупо умножаем. Это получается 10600 голды за аркан. И 202 миллиона 750 тысяч серебра за сборку аркана. Хотя сами продают целый аркан за 1200 голды. Снимите сюжет по этому поводу. Я, ребята, сюжет по этому поводу снимать отдельно не буду. Но в магазин обязательно сейчас зайду. И обязательно сейчас аркан посмотрю. И стоит он, ребята, действительно 10 тысяч деталей, 1200 голды. Жаль, у меня в мастерской ребятухи нету такого, чтобы прокачать что-то тыры-пыры. Но я, знаете, могу поверить, что оружие аркан может на ускорение 400 деталей потребовать 400 голды. Я могу в это поверить. Но это уже вообще сверх какая-то странная математика. Аркан 1200 голды, а в мастерской аркан ускорить за 400 деталей. 10 тысяч голды просят. Как-то странно. Это действительно очень странно. Ребята, если вы хотите аркан или какого-то другого робота, и вам лень ждать в мастерской, и вы хотите ускорить детали, сходите, посмотрите в магазин. Возможно, этот робот или пушка будут стоить в разы дешевле. В данном случае аркан стоит практически в 10 раз дешевле в магазине, нежели собирать его в мастерской за ускорение. Притом тут еще и серебро тратишь. В общем, ребята, это вам заметка на заметку. Вот забыл же, как же парня этого. Кузнецов. Вроде бы Кузнецов. Да, спасибо Кузнецову. Блин, да вот сейчас серьезно опять посмотрю. Также ребята мне говорят, что братуха, ты стал больше разговаривать и меньше играть. Кузнецов. Да, спасибо Кузнецову, Александр. Не нравится, ребята. Не смотрите. Все вроде бы обсудил. Все вроде бы посмотрел. Аркан действительно 1200 в магазине за ускорить. Ускорить в мастерской 10 тысяч. Они должны тогда, по идее, здравый смысл где? Они должны в мастерской сделать ускорение 10 тысяч деталей равносильно сборке Аркану. Вернее, покупке Аркану 1200 голды. Странно какая-то. У них странная арифметика. Действительно, логики никакой. Но есть цель. Цель это бабки. Это понятное дело, ребята. Бабки рулят миром. Не было бабок. Нечего зарабатывать. Как-то нежели богато. Нечего начинать. Кто-то привык жить на широкую ногу. И он последние трусы с вас снимет. Лишь бы ему жилось хорошо. Давайте мы с таким нашим ангаром, который через час 19 минут у нас ускорится. Да ладно. Че ж там. Ускорился Пурсе до седьмого уровня. Вот у него скорость 62 километра в час. Пурс должен бегать, наверное, 3 дня. Блин. А может его поставить на прокачку? Так-то он будет 7 дней качаться. А теперь будет 3 дня качаться. Блин. Давайте поставим опять Пурсе. Действительно, пускай качается Пурсе 3 дня. 3 дня. Пока идет Хэллоуин. Пока идет Хэллоуин, пускай качается Пурсе. А то 7 дней, ребята, это очень много. И, кстати, на прокачку, смотрите, на ускор стоит 620 голды. Обалдеть. Это только на восьмой уровень. В общем, у нас Пурсе качается. А мы идем, ребята, в бой. У нас сегодня режим превосходства. Гонка за маяками и режим против всех. В три режима поиграем. До этого, ребята, вы, наверное, поняли по поводу арифметики. Если не поняли, то состыкуйте первое и второе. И вы получите продолжение. Целый сериал. Ну, о чем я говорю, мало кто, наверное, поймет. Но самые внимательные, я думаю, поймут. И напишут в комментариях, о чем имеет в виду братуха. Спектр на арканах берем. Потому что это режим превосходства. И сейчас будем падать в самую, в самую, в самую низину. Вот туда вот. Пули-пули-мулюли. И хотя надо еще и захватить маяк. Нифига себе, обратите внимание. Я думал, он летит. А он, оказывается, падал. Мы так переглянулись. Типа, мы знакомые. Типа, привет-привет. Мы два спектра. А там, смотри, Пурсе бегает. И Пурсе тоже маячок захватывает. Против нас играет Артур, Вест, еще кто-то там. Давайте мы пойдем вниз. В нас уже кто-то пулял. Пойдем, ребята, вниз. Вот они в нас пуляют. Ракетки какие-то, да. Это, возможно, там самонаводящиеся плюхи-плюхи. Ой, это у нас тулумбасы. Хотели сейчас у нас шоками захерачить. Кого-то обездвижили. А мы стоим, ждем. Тут парнишка захватывает маяк. Судя по всему, это ланселот. И он маяк захватил. Молодец. Давай, ланс, падай. Если что, мы тебя прикроем, что вряд ли. Но постараемся, по крайней мере. Продолжают бить. Где-то на ланселосе, ребята, хозяин. Но, честно говоря, по коцаному ланса нет смысла спасать. Хотя, смотрите, инквизитор пошел его спасать. Там парень на шоках. Мы его так как бы напугали чуть-чуть, наверное. Обалдеть. Чуть в меня не ебануло. А он ебанул в меня. И еще, смотрите, ховер. Ховер приземляется. Он летит, планирует. Надо его заваливать быстренько. Отлично. Вот один ховер прилетел. Мы его завалили. Зашибись. Теперь КД шампушки, ждушки. О, 330 метров, смотрите. Парнишка пытается, наверное. Нет, ни хера он не пытается. Блять, нас хуячит. Действительно много надамажил. И что-то тараны попали. Ой, да нас забирают. Ё-моё, потихоньку. Нас потихоньку так-то забирают уже. Ни хера себе. Какой сплэш у этих пушек. Забрали Рязань. Рязань брал. Нет, не брал. Это у нас Грифон. А чё я перестал у него стрелять? А ребята, всё очень просто. Ой, это фура на Зевсах, блять. И она попала. Она, к сожалению, попала. Блять, а там торнадо. Торнадо на шоках. Ну давайте возьмём тоже наши тулумбасы. Вроде бы ни хером сделаны. И мы продолжаем стрелять. Продолжаем выживать, играть. Три маяка у нас есть. Это неплохо. Пару плюх мы ему дали. Он в инвизе, да? Блять, блять! Да ну нахер, он ещё и маяк захватит. Вообще жесть. 11 тысяч осталось. И всё, допуляли меня нахер. Допуляли, блин. Легче тогда обратно, ребята, Бульгасаура вернуть. Блин, на Аркана на него повесить. В реально, блин, запарило уже такое пиздеогребать. Конкретно. На тулумбасах. Чё-то жутко меня прям близко подошёл. Шоки ухоранили. Надо забирать центральный маяк. King Ersch the Mirk. Air League. Не помню этого робота. Falcon, не Falcon. Торнадо у нас там что-то атакует. Тортур. 540. Так, 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 ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Тара-тара-ти ту-ту-ту-ту-ту. Это парень один спектр у нас упал. Мы сейчас идём, мы сейчас идём. Самое главное это дойти. Самое главное это дойти, забрать, а потом куда-то прыгнуть. Да, смотрите, без проблем дошли, неплохо. О, блядь, получили пуздюлину. Ещё одну. Это от Буч, да? Да, ребят, блядь. Чё-то прямо просто волосился я. Это парень на тулумбасах всё до сих пор там сидит, что ли? Блин, мне пиздец, всё. А-а-а-а! Чё за хрень-то такая? Чему меня так дерьбанит? Режим скольжения не работает. Пффф. Ну, захватили маяк, обратно маяк отбираю. Да что ж такое-то? Блин! Блин! Я выигрывать хочу. Хозяин улетел. У-у-у-у! Всё, вроде выиграем. Нельзя, блядь, лезть на рожон. На нахер, больно, да? Ага. Сейчас я вас отметелю, блядь. Блядь, что я делал, что я сделал? О, отлично, мы ему аркан порвали. Да-да-да-да-да, давай своими тулумбасами. Нихуя это орки были! Ёшкин, блядь, матрёшкин! Блядь, да что за хрень-то? Меня прямо начинает рвать уже изнутри! Что это хрень? Давай проснись, братуха! О-о-о! Режим скольжения заработал! Что за хрень? Давай очнись! Блин, сливать ботов, как рачало! Первый день играешь, что ли? Давайте все спрятались! Блин, ещё чуть-чуть! Синенькая, синенькая должна центр быть! Синенькая! А-а-а! Гондон прыгает! Гондон прыгнул! Да у меня больше ботов нет, блядь! Хоть одним арканом! Давай, бей его! Ну, блядь, он захватил! Ещё меня же и отметелил! Какой хуй ты прячешься за мной? Ну, блядь, чё не стреляем-то? Давай, бей его! На нахуй! Давай, 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 давай! Отлично, давай! Жгём, 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 жгём! Жгём! Уходим, уходим! Блядь, да чё ты не уходишь-то? Придурок, уходи, робот кривой! Ну! Блин, а чё ты-то не уходишь? Придурок! Сука, тупая, блядь! Помог хозяин, блядь, помог! Сейчас меня завалит хозяин, у меня 1000 хп! Блядь! Давай, перезаряжаемся! Да! Отлично! Мы ещё, блядь, кого-то убили с двумя орками! 600 метров, дробаши 500! Давай, 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 давай! Кто у нас там? Блядь! Блядь! Опять не прыгнул вправо! Блядь! Блядь! А на глаз задёргался! Всё! Мы проигрываем! Блин, осталось 4 человека! И внизу! Маяк не захватывают! Уэс на орках! Против Хаячий! Блин! Топтышкин! Торнадо на Топтышке! Я помню, вроде, торнадо был такой, да! Раньше игрок попадался, тоже Топтышка у него был! Чё маяк не захватываем? Топтышкин ждёт! Ждёт Топтышкин! Это Скорджи! Скорджи бам-бам-бам! А этот парень прыгнул! Хозяин, убей его нахуй! Хозяин! Хозяин! Блядь! Хозяин убил, но сам умер! Куда ты головой крышешь? Всё, мы проиграли! Это печально всё! Блядь! Давай торнадо вали! Вот он, Топтышек! Кто-то за медленные съёмки топтышек! Ближе подходи! Он сейчас в яму будет прыгать! Давай! Чего ты не стрелял-то? Да, блядь, добил! Куда ты прыгнул? Куда ты прыгнул? Блядь! Хадис! Хадис! Амунистовался, придурок! О, вот это, кстати, Редемера. Хотел бы Редемера повесить. Я не помню, вроде у меня по новой экономике он. На шоках! Да иди ты, помоги ты! Ёб твою! Стоишь у Фобос, ты хуев! Просто, блядь, проиграли! Победили! Ха-ха-ха-ха! У-у-у! Время кончилось! Точно! Блин! Я нихерена не сделал для победы команды! Вообще! Ни-хрена! Режим превосходства! Первый бой! Мне не проканало! Давайте начать бой и пойдём гонка за маяками! Блин, блин, блинский! Ой, блядь! Такое бывает, ребята! Возьмём сразу... Давайте... О, там Мендер! И он сразу лечил! Давайте возьмём сразу Тулумбасы! У нас выгода на этой... Эта карта нехуя не симметричная! Здесь, ребята, выгодно иметь... Иметь респ на этом... На этой стороне карте! Потому что два маяка, как вы видите, они на нашей стороне! А этот легко доступен нов родящимся роботам! А у них только два маяка! Вот тех! Вот тот и вот тот! Не попадаем! Понятно! Хорошо, что не в меня, блядь! Дали какую-то плюху маленькую! Незначительную! Незаметную! Перезарезаемся дальше! Варя на Тулумбасах! И он прямо в меня бил! Бил бы чуть левее! Было бы лучше! Вот там двое против троих воюют! Это Скорже! Нам она по херу! Тоже отправим туда пару Тулумбасов! Слабенькие у нас Тулумбасы, ребята! Очень слабенькие! Убили! Ну не будем забывать, что это гонка за маяками! Блядь, Тулумбасник! Ха-ха-ха! Ну не в меня! Не в братуху! Хе-хе-хе! Это печально! Давайте этого парня сейчас! Наградим! О-о-о! Убил! Это круто! О-о-о! Сверху палили! Ха-ха! Ха-ха-ха! Знаете, когда скажу, что весь бой сыграю на одних Тулумбасах? Не поверят же люди! Блядь, сольет же меня гад! Прыгнет же ведь! Да ему маяк нужен! Не будет он, дурак, прыгать! Блядь, прыгнул, но не на меня! Надо уходить! Я вроде робот дальнобойный! А веду себя как ближнебойный! Да, четверть робота мы снесли! Очень нужна помощь, блядь, чья-либо! Или хотя бы у него две пухи оторвать? Блядь! А-а-а! Убил! Давайте возьмем еще одного спектра! Ну я спасал маяк вообще, по факту! Давай-давай-давай, ну! Убил, убил! Оби, отлично! Убил и маяк держу! Фу! Того дальнего, дальнего убил! Ну, конечно, половина дамага, в часть дамага попала в спектр, который был на жордочке! Сейчас на смерть! Пока он не успел там прыгнуть! Блядь, энергетический барьер! Ну, похеру, вливаем! Отлично! Нормально! Воюем! Неплохо! Еще один робот у нас! Сейчас! Вроде реабилитировался, братуха! Вроде реабилитировался! И вроде нормально так воюю! И по правой стороне вроде держит маяк! Еще пытается что-то маяк отобрать! Вообще наглые попали у меня теперь союзники! Это ланц! Ланц на таранах! Еще один ланц! Два ланца! Ну, это ваши проблемы, ланцы! Мы вас вообще можем разъебать! Пух и прах! Это Рудзик! Рудзик! Вперед, орлы! На смерть! А вы что не идете? А мы не орлы! В смысле? Мы львы! Это Лев Рабинович! Это Лев! Опа! Давайте вот мы все-таки прыгнем! Отлично! Вот, еще один прыгает и убивает меня! Блядь! Бля! Ну, нахера я прыгал, честно говоря, ребятухи! Это что, блядь, бульвар ты на Зевсах, что ли? Сейчас, давайте поможем! Отлично! Мы его зашкварили! Теперь надо Леву шкварить! Блядь! Ну, тут родился хуй! И убили меня! Мы что, проигрываем? Блядь, мы проигрываем! А где все мои союзники? Ты что, меня застанеть хочешь? Сука, он меня застанел! Да, ребята! Вот такая вот становая пушка! Все, блядь! Проиграли! Каким нахуй раком? Нахрена они туда лезли, к ним на базу? Их... Я не понимаю, как мы проебали? Вообще непонятно! Держали, держали маяки! Резко! Пум! Все кончились! А, мы еще... Прячься, я пришел! Понятно, прячься, я пришел! Из клана Архангелы! Ну, ему, видимо, телефон позвонил! Прям вошел в бой, такой... А? Алло, да? Да не, я только в бой вошел! Да-да-да-да-да-да! Все нормально! Да не, там без меня выиграют! Да-да-да-да-да! Все нормально! Да-да! Так вот, хрен мы выиграли! Хрен мы выиграли, ребята! Проиграли! Ну, достойно играли вроде в пятером! Да! Печально! Жутко! Жутко печально! Мы какое-то задание выполнили! Да! О, кстати, у нас же Хэллоуин! Тема Хэллоуина! Какие задания у нас тут? 750 тысяч силипро! Блядь! Совершен замужение 30 мурашки маяков! Я продолжаю его, ребята, продолжаю его выполнять! 21 из 30 уже освободил! Ради 750 тысяч серебра, блядь! И еще 500 тысяч серебра в Хэллоуине мне надо на Лео в стычках уничтожить 15 роботов! Выполняя это задание ради 500 тысяч серебра в стычках, я потеряю намного больше, чем, блядь! Хэ-хэ-хэ-хэ-хэ-хэ-хэ-хэ! Чем за это время в игре против всех игр и в том же превосходство с гонкой за маяками? О чем там думали разработчики? У них вообще вот есть мозги! Кто вот эти задания составлял, у них мозги есть? Вообще вот так думается, блядь, что в стычках ты получаешь 200 тысяч серебра, чтобы там участвовать за 500 тысяч, ты проседаешь в серебре! Что за бред? Что за бред? Блядь! Я просто не понимаю, нахуй, этого! Я просто, ребята, этого не понимаю! Насколько там сидят и какую-то хуйню там городят, в игру вставляют! Башкой вообще не соображают! Постоянно косяки Потом они постоянно плачут, что их игроки не любят Что Руссьекстр такой негативный Что, блядь, братуха матом кроется Что, блядь, постоянно поносит всех Что, блядь, все время недовольны нами Почему нами недовольны игроки Да потому что Режим против всех Мне кто-то написал в комментариях, что Очки чести теперь не дается За топ-2, за топ-3, за топ-4 Я не знаю, ребят Даже проверять не хочу Напишите мне еще раз Правда это или неправда Блядь Давай повыше залезь Отлично, придурок Даже не знаешь, что надо ниже ползти, а не выше Ой, взять пурсей Давай, давай, хрень такой страдать Братуха выжил, вот Топтышкин, смотрите Еще один Топтышкин появился в бою Я говорю, что чаще Топтышкиных вижу Увы, не успел его заебенить Поливаем, как говорится, лучок на грядке Упал, да? Все, прекрати стрелять У меня иногда мышка заедает Блядь Я живой Я всем врагам назло живой Остался я Это инквизитор на пулеметах А это, блядь Кто? Ого, господи, блядь Вот это няма Мы его, интересно, с двух арканов заберем Это, ребята, голем Нихуя он толстый Ну да, два аркана Че я хотел-то? Блядь, а его кто другой заберет же Печально Ё-моё, ты че, блядь, гонишь? Сука, ты че, дурак Вообще гонишь? Ё-моё Нихера он хотел меня пулеметами запизить Ха-ха-ха О, сучка Ну давай, че ты там Убил все-таки его? Ну давай, иди на меня Давай, давай, давай ПВП бой Че ты гонишь, что ли? Ты че там? Вообще, ребенок Я не понимаю, братан Ты кто? Спрятался? Давай, прячься Давай, прячься О, отлично Дал возможность Мне выйти и прыгнуть Отлично Да, какой-то ребенок, походу, играет Ну или взрослый, криворукий Хотя дети сейчас лучше играют Ну так вот всегда сказано Если на косящу плохо играешь То ребенок стопудово А такие взрослые бывают Это парень у нас на чем там? На дробаше А че не стреляешь-то? Давно бы использовал бы дробаш Понерфил бы у меня пол робота О, вот это классно Парень, не дай бог, куда-нибудь прыгнет Я его заберу Шикарно Прям таки тихо Еще я слышал новость Что теперь сливаться нельзя Теперь Эээ Два раза можно проиграть И тебе дадут минус Кубки А в третий раз, типа, кубки Минус тебе не дадут Просто будет ноль Хе-хе-хе Вместо минуса Не знаю, опять же, насколько это правда Пишите в комментариях Очень будет интересно знать У нас тут порнушка старна Порнушка, блять Парень прыгнул Да, и прыгнул он Чуть раньше Взаимное убийство А, нет, я остался жив Ёпсель-мупсель Кстати, очень просил вас Найти перевод Или интересное высказывание Взаимное убийство Так пока ничего интересного Эксэнсэнс Килл В общем, такие длинные слова Все Что-нибудь такое интересное Короткое Я так и не увидел В комментариях Взаимное убийство Ну, как дабл килл Трипли килл Два аркана у меня не хватит На того парня Да и до тех я не добегу Блять, два аркана не хватит Да Это какое место? А вообще без места? Давайте лучше на него сольемся тогда Интересно, он испугается меня? Да, как бы не должен бояться О, ни хера себе Два аркана Да ладно Чё, у тебя робот слабый что-ли, братан? И с такой новостью Получается, что Тулумбасы Не, вроде орки Блять, Тулумбасы Орки Да вроде хвостики есть Тулумбасы Да в орках тоже есть Не стреляет Значит, орки Да, точно орки Ха-ха-ха О-о-о-о Дело в том, что мне еще что-то Блин, сказали, забыл Хотел сказать что-то Забыл Ай-яй-яй Ого, это кто-то у нас типа прыгнул Это у нас типа кто-то прыгнул А, нет Хотя, не, вроде прыгал Топтышка вроде Ну давайте убьем этого парнишку Чё там Ага, понятно Не убил, а мог 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 убить Ай Ты чё, гонишь? Ну давай, объединяемся что-ли Типа Бля, чё за хрень-то? Ты чё, придурок Блять, мы с тобой объединяемся А-а-а Подстава Хе-хе-хе-хе Козёл Я-то думал Объединяем Вот тебя Топтышкин сейчас уебенит Ха-ха-ха-ха Первое место еще Топтышкин носит Бля Братуха чё-то прям такие перестал играть Э-э-э Все больше веселиться Это Пурсе, бля На дробошах Он еще одного забрал, бля А Топтышкин так и преследует меня, ребята А вот сейчас только он включил этот инвиз Хе-хе-хе Смотрите, что будет Бля-ать А, давайте этому сольемся Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля Третий номер Третий номер Забил меня, да? Да, вроде да Бля, все равно второе место Хе-хе-хе Хе-хе-хе Да Он не знает на чем я Он на Топтышке, что ли? Да, он на Топтышке БЛЯЛЬ Ой-ёй-ёй-ёй-ёй 76 тысяч, нихуя себе Сейчас, короче, уебенил Ну и нахуй я взял этого робота БЛЯЛЬ, вот так Топтышкин бьет, ребят И он обездвиживается Или расстреливает его, сжигает Эмбером Убил Но мне его не догнать Опять Топтышку берет, смотрите Интересно, насколько он смелый У него пульсара или что-то в этом роде? Да ну нахуй! Просто посмотрите, что он делает! Пол моего робота сжег! Да ну нахуй! Всё, просто пиздец какой-то! Опять вышел! Нахуя ты опять вышел? Придурок! У тебя есть желание второе место взять? Блять, застанил! Пипец! Пятьсот метров расстояние! Всё, засуньте тараны себе в жопу теперь! Они нахуй не нужны! Но хп у него мало! Но мы его посмотрим обязательно после боя! Опять застанил! Обратите внимание! Сука, блять, пиздец! Вы просто посмотрите! Не убежать! Ничего не сделать! Просто пиздец! Нахуй я даже робота брать не буду! Да ну нет смысла! Блять, вообще нет смысла! Хаечи на скоржах! Я, бля, арканы повешу! Сука, точно! Нахуй! Я повешу арканы! А, я же говорил, типа, пульсар какой-то надо повесить на спектра! Но я этим и займусь! Всё! Второе место! Пиздец! Вот такие у нас три боя в этот вечер! Интересные! Иностранец набил тоже миллион! 12 убитых! У меня 9 убитых! И надо посмотреть его робота! Вот у него спектр на шоках! Спектр на таранах! Спектр на арканах! Инквизитор на таранах! Эмберах! И Меркурий! Вот почему у него мало так хп было! Он легко разносился! 8 левел, а Меркурий разъёбывал у всех! Два шрейдера и один эмбер! И он всех разъёбывал, блять! Пиздец! Вот такая сборка сейчас рулила на этой карте! Я, ну, не сказал бы, что у него руки прямые! Он просто останавливал цель! Цель! И сжёг её, нахуй! Всё! Интересная, конечно, ребята, сборка! Кстати, у него ещё прыжок был! Он, бля, прыгал и бум! Ухуяривал! Почти по 50 тысяч там дамага! Или 40 тысяч дамага сносил! Ё-моё! В общем, вот такие вот, ребята, у нас новости! Подписывайтесь на канал! Ставьте лалки, дизлалки! Оставляйте свои комментарии! Обязательно комментарии свои оставляйтесь! И подписывайтесь на канал! Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok